В 2012 году 37-летний мексиканец Хосе Альваренго отправился на двухдневную рыбалку. Поехал не один, а с ним был 22-летний товарищ Эсекьеля Картоба. Поначалу все шло удачно, однако потом начался шторм. И вот перед напарниками встала дилемма. Что делать? Прекратить лов и вернуться на берег с меньшим количеством рыбы? Либо остаться в море и, переждав стихию, продолжить рыбачить? Выбор сделали в пользу улова, поскольку от него зависел доход. Шторм, в который поначалу попала лодка, и все рассчитывали, что шторм будет небольшим, скоро закончится, а нет. Шторм бушевал целую неделю. И хотя друзья находились всего в 15 милях от побережья, в самом начале стихии, сильный ветер отбросил их очень далеко, в Тихий океан. У лодки отказал мотор, она потеряла управление. И вот в какой-то момент Хосе и Эскелель смогли связаться по рации со своим начальником, сообщить о случившемся. Однако не успели сообщить своей координаты, рация отключилась. Так что поисковая группа в море-то вышла, однако не знала, куда отправляться на поиски пропавших. Рыбаки же питались черепахами, рыбой, сырым мясом чаек, которых ухитрялись ловить. Однако через 10 недель Кордоба почувствовал недомогание. В конце концов он скончался. И вскоре у оставшегося в живых Хосе и Альваренге начались галлюцинации. Ему стало казаться, что мертвый друг, лежащий в лодке, с ним говорит. И вот он тогда решил, что ему нужно отпустить его. Хосе бросил тело товарища в море. Он чуть было не сошел с ума, что называется чудом, остался жив. И позднее признавался журналистом. Я понимал, моя смерть рано или поздно наступит, и вряд ли она будет быстрой. Тем не менее он не сдавался, старался сконцентрироваться на моменте, не думать о плохом. Пел любимые песни и молился. Рыбак рассказывал, что рассуждал так. В таких обстоятельствах вы просто вынуждены приспосабливаться к ситуации. Вам нужно есть, пить. И если говорить открыто, то вы куда деваться должны пить свою мочу. Мой покойный товарищ, оказавшийся со мной в одной лодке, знал это правило выживания. Он научил этому правилу и меня. Кроме того, я должен был обучиться ловить птиц, когда они садились на лодку. За какое-то короткое время, что у нас было, слава богу, и этот навык я принял от него. В течение 438 дней или 14 месяцев рыбак жил один в море. Не терял надежды и предпринимал многочисленные и, увы, безуспешные попытки остановить проходившие мимо суда. Так продолжалось до тех пор, пока он не наткнулся на Крушечный остров в районе Атоле-Эбон. Вот там-то он нашел пляжный домик, принадлежащий местной супружеской паре. Муж и жена, которые, к счастью, на тот момент оказались в доме, смогли вызвать помощь. Родители спасенного рыбака и его дочь-подросток были безумно рады новости о том, что он жив. После лечения и реабилитации на Маршаловых островах, на территории которых был обнаружен Хосе, он вернулся домой. А после того, как рыбак был спасен и его история получила большой резонанс в мире, Альваренго дал серию интервью о своих приключениях. О мытарствах рыбака была написана книга под названием «438 дней. Необыкновенная правдивая история выживания в море». Но вскоре после выхода книги семья его погибшего товарища Кордовы подала в суд. Родня напарника Хосе обвинила его в каннибализме и потребовала компенсацию в миллион долларов. Свои подозрения семья Кордовы мотивировала тем, что на момент спасения Хосе выглядел как-то уж слишком упитанным для человека, который 14 месяцев дрейфовал в море. Альваренго категорически отверг все обвинения. Более того, он прошел проверку на детекторе лжи, и она подтвердила. Рыбак говорит правду. Судебная тяжба ничем не закончилась. Доказательств чудовищного предположения истцов не нашлось. Специалисты по выживанию подтвердили. Хосе и правда мог выжить, питаясь только черепахами, птицей и рыбой. Этого рациона вполне достаточно для поддержания организма. Хосе и его адвокат уверены. Вот таким скандальным образом семья погибшего рыбака просто хотела обогатиться, решив, что за выход книги Альваренго получил огромный гонорар. Многие считают, что книга сделала моего клиента богатым человеком. На самом деле он заработал гораздо меньше, чем думают люди, так рассказал защитник. Между тем юристы отмечают, даже в том случае, если бы утверждение родственников оказалось правдой, и Хосе и правда съел своего товарища, поступок этот можно было бы расценивать не как убийство, а как действие, направленное на собственное выживание. Вот такова удивительная история спасения рыбака, который дрейфовал в море целых 438 дней. Субтитры создавал DimaTorzok